Прививочная кампания 2020 в Бобруйске началась еще в конце прошлой недели. Заблаговременный подход нацелен на то, чтобы сформировать у жителей иммунитет к пику заболеваемости. Он прогнозируется на февраль-март 2021-го. Уколы здоровья делают и дети, и взрослые. В числе пациентов главный государственный врач. Важность вакцинации Дмитрий Лайтер знает не понаслышке. Мы проанализировали заболеваемость в различных коллективах, которые прививались в прошлом году. Мы брали контрольный коллектив, который не прививался и который прививался. То есть и разница в заболеваемости в более чем в 10 раз. То есть люди, которые прививались, коллективы, которые прививались, меньше болели острыми респиратурными инфекциями и гриппом. Пандемия коронавируса вдвойне увеличила потребность вакцинации. Особенно сезона в совместной циркуляции гриппа и COVID-19. Возможно, одновременное заражение. Вот и семья Курмас здраво оценивает эпидситуацию. На прививку в седьмую поликлинику пришла в полном составе. Я считаю, прививаться нужно, чтобы избежать вот этих сильных эпидемий и каких-то тяжелых последствий после болезни. Ну и вообще я мама, которая за прививки. У меня дети привиты от всего. Этой осенью пациентам предлагают три препарата на выбор. Российский гриппол, французский ваксигриптетра, нидерландский инфлювак. В первую очередь обращают внимание на тех, кто в группе риска. Вакцинации в стране планируют охватить до 4 миллионов человек. Это дети от 6 до 3 лет, больные хроническими заболеваниями, дети взрослые. Это лица старше 65 лет, беременные женщины, лица, которые находятся в закрытых учреждениях. Важно сформировать иммунную прослойку в количестве 40% привитых лиц во всех организованных коллективах. Для того, чтобы даже те люди, которые не имеют возможности привиться или имеют какие-то противопоказания, были защищены от этой инфекции. Сделать прививку можно в поликлинике. Перед процедурой потребуется пройти осмотр у врача. Завершить кампанию в Бобруйске специалисты планируют уже в ноябре, чтобы в зимний период быть готовыми к борьбе с вирусом.